Привет! Меня зовут Игорь Моисеев. Я снимаю кино. Почему кино и почему жанр психологической драмы? Это единственный жанр, который трогал меня с детства. Интересно у него работать, интересно исследовать психику человека и показывать это на экране. Почему это не музыка, не клипы, не картины, а именно кино? Потому что кино это и картина и музыка все вместе. Форма искусства, которая максимально объединяет все, что может быть на свете. Смотри, в 14 лет ты занимался в кинокружке, написал первый сценарий там. Это и стало спусковым крючком твоей любви к кино? Нет. Я попал в кинокружок как раз, когда уже пытался заниматься кино. Я купил кинокамеру по объявлению, у меня закончилась кинопленка. Я подал объявление в газету, раньше были газеты, что куплю кинопленку. Мне позвонил руководитель этого кружка и говорит, типа, что кино снимаете? Приходите к нам. Вот так я познакомился и там остался на три года. Чем ты нам научился? Я тогда в то время хотел быть оператором очень сильно. И Евгений Григорьевич, то есть он режиссером закончил ГИК. Он, скажем так, я пришел туда с другом и он симулировал курс кинематографии. То есть мы прошли весь курс основы операторского сценарного мастерства и режиссуры. Мы очень хотели камеру в руки взять. Мы, я помню, после первого дня шли домой и такие, типа, вот, классно, завтра камеру дадут. Камеру нам дали только на третий год. Мы два года занимались фотографиями. Фотографии, искали кадр, как его строить, там, баланс, все вот это. В феврале состоялась премьера нового фильма «Счастье по умолчанию». Можно ли назвать этот фильм ее высшей точкой твоего творчества? Технически это фильм трехлетней давности. То есть мы показали фильм, сценарий для которого был написан три года назад. И который мы начали снимать три года назад на базе, которая существовала три года назад. То есть сейчас этюды, которыми я занимаюсь и проект, который вот сейчас я начинаю делать, это вот реальное время. А это уже, получается, прошлое. Сколько времени ты потратил три года, а сколько денег ушло на создание фильма? Ну, у нас 300 тысяч рублей ушло. Все равно, это при том, что мы экономили практически на всем. То есть если бы мы на широкую ногу снимали, я думаю, что там раз в пять, наверное, больше было бы. А что тебе нравится создавать больше? Небольшие этюды, которые ты сейчас создаешь, или полноценные картины? Ну, полноценные картины, естественно. Этюды – это отработка. То есть это либо отработка актеров, ну, взаимодействие с ними, либо команды новой, либо какой-то идеи постановки. То есть непонятно, сработает ли это в фильме, риск, потому что большой, и есть этюды. Я их снимаю намного больше, просто они в стол уходят, ну, потому что там есть какие-то такие элементы, которые будут в фильме, и это, получается, спойлер будет. О, запахло. Харис, вот отсюда. Это моя сестра. Почему ты решил, что вообще способен этим заниматься? А я не решил. Я не знаю, способен я или нет. У меня просто, я не могу ничем другим заниматься. У меня это просто способ самовыражения такой, он вылился в это. Вот. И, получается, тебе не важно признание аудитории, тебе важен процесс создания сам? Ну, даже не процесс создания. Я бы эти фильмы бы, ну, если бы существовали технологии, что не нужно было бы там идти, допустим, на мороз, общаться с людьми, там, массой, тратить денежки, там, а можно было бы все, вот, то, что у тебя в голове на компьютере отрендерить, грубо говоря, в какой-то файл, мне этого было бы достаточно. То есть, мне просто в какой-то момент, когда я придумываю фильм, мне хочется очень сильно его посмотреть. И я его снимаю для себя. Вот, очень хочется и делаю. Ну, хорошо, смотри, ты постоянно что-то чертишь, рисуешь, связанное с кинопроизводством. Расскажи об этих рисунках, там у тебя есть предыстория, главный герой, второе дыхание, какие-то схемы, графики. Что это такое? Ну, это разработка сценария идет. Вот. По каждому персонажу идут схемы и взаимодействия, там, как все работает. То есть, сценарий – это же не текст, то есть, как, там, поэма, допустим, пишется. Сценарий, он разрабатывается по определенной структуре. Ну, вот. То есть, сначала, там, кубики, вот это вот все здесь ведет. То есть, там, время будет такое-то, история, там, такая-то. Здесь у нас экспозиция, здесь, там, кульминация. А потом это все в текст преобразуется. Смотри, в Мурманске вообще достаточно ресурсов для того, чем ты увлекаешься? Чего не хватает в Мурманске? В Мурманске на минимальном уровне хватает всего. Вот. На, скажем так, рекомендуемом не хватает в каждой области чего-то своего. Не хватает, к примеру, оборудования. Не хватает людей, которые могут работать с этим оборудованием. Не хватает, мы это называем, площадей. Ну, к примеру, сценарий, когда вот написан, да, все собираются на так называемую читку, вот, отработать его. И все собираются либо дома, и если вас, допустим, там, человек десять, это становится проблематично, вот. Было бы хорошо, если бы в Мурманске было какое-то, допустим, помещение, куда, чисто для киношников, да, ориентированное, куда могли бы все прийти, там, сценарий почитать, что-то такое, вот. Кофе попить. Как-то так. Ну, то есть все исходят из ресурсов, то есть у нас, в принципе, ничего такого подготовленного нет. У тебя в Инстаграме есть такой хэштег из говна и палок. Да. Хоть целый хэштег. И я так понимаю, что это печаль и боль твоя, да? Ну. Скажи, а вообще, что это? Что ты имеешь в виду, когда это пишешь и размещаешь? В чем проблема? Да. Это, скорее всего, он бы назывался в правильном переводе «угольная выдумка хитра». Угу. Там, к примеру, есть видео, где мы делали рассвет солнца через веник. Ха-ха-ха. Вот. Чтобы был рассеянный свет, мы закрывали прибор веником, вот этими вот, как, прутиками, и отводили его, получался рассвет. Ну, вот примерно так. Играет музыка. Если говорить вообще о сфере кинопроизводства у нас в регионе, мы знаем, что крупным кинокомпаниям оказывается всяческая поддержка на уровне правительства в том числе. Нужна ли такая поддержка таким вот кинолюбителям, кинофанатам, как ты и подобные тебе люди? И если нужна, то в чем? Ты говорил о том, что нужны помещения. Было бы хорошо, если бы это было бы хотя бы в таком виде, существовало бы некое помещение, небольшое, ну квадратов 80, где было бы разделено на три части. Вот в первой, где можно было бы устраивать читку, во второй стоял бы какой-то минимальный свет, с которым можно было работать, какой-то хромакей. И третье, что-то наподобие, как это называется, коворкинг, пару компьютеров, какие-то рендер-фермы, что-то еще. И все это было за какую-то минимальную плату, скажем так. Потому что все, что я перечислил, все исходят из своего бюджета, и это довольно дорого снимать. Но если мы говорим именно о поддержке, нам их деньги не нужны, потому что мы все независимые, у нас независимый кинематограф. Сам ты в начале кинотворчества, своего творческого пути, какие советы хотел бы услышать с высоты твоего сегодняшнего опыта? Вот ты можешь обратиться к себе 14-летнему или там, не знаю, 20-летнему, что бы ты какие советы дал бы вот сейчас? Вот мы с коллегами обсуждали этот вопрос, почему у нас качество производимого контента не дотягивает, грубо говоря, до определенного уровня. Потому что фильм состоит из сцен, к примеру, и вот сняли сцену. И когда режиссер или тот, кто ответственен за это, или группа людей, они отсматривают и такие, ну, нормально. Типа, я неоднократно слышал вот эту фразу, для Мурманска пойдет. Да. Но, а для Питера не пойдет, получается. И вот это вот, когда ты принимаешь решение, что окей, вот это вот, ладно, вот это вот нужно искоренять. То есть нужно мыслить сразу на весь мир. То есть, чтобы не для Мурманска это было окей, а вообще, то есть там, не знаю, там, полезное упражнение, представить какого-то особо невероятного важного человека, который сидит у тебя в зале, допустим, на премьере. И если он такой, вот для него, для его уровня, то кринж, вот, надо переделывать. Вот, если бы вот, вот эта модерация, скажем так, контента, когда ты уже все такое, окей, я это в работу беру, была бы выше планка, было бы все лучше. Вот такой бы я себе совет дал. А кто тебя вдохновляет из киноиндустрии? На кого ты равняешься ли, чей путь тебя каким-то образом тоже заставляет что-то делать? Ну, сейчас я уже практически ничего не смотрю, вот, потому что времени нет и особо, так очень редко все. Но вот само видение сформировало несколько режиссеров. Это Дэвид Линч, Даррен Аронофский. Сейчас, сейчас не вспомню всех. Ну, это две фамилии, да, получается? Два человека, основные. Дэвид Финчер еще. Ну, такое вот все. Ну, в основном это сюрреализм и драма. В одно время нравились вот из недавнего, это Звягинцева фильмы. Потом я устал. Последний вопрос, но очень важный. Как ты считаешь, возможно ли тебе и таким, как ты фанатам кино, вырасти до уровня мирового кинематографа? И сколько ждать? А никто не знает. Может быть, сейчас фильм всем зайдет и все такие, вау, типа, видели, что чувак снял. Ну, то есть, это же, это невозможно предугадать. У нас у всех проблема выйти на техническую планку, вот, чтобы зритель бесшовно воспринимал твою идею. А дальше все зависит от тебя, как от сценариста. Тем более, время циклично. Раньше, допустим, были популярны драмы, всех от них устали. Потом была супергероика, все от нее уже устают тоже, да. Ну, вот, были комедии, то есть, тут как попадешь в волну. Ну, я думаю, это неправильно цель такую ставить, типа, мировое кино. А какую ты цель для себя ставишь? Просто творчество? Или все-таки нечто большее? Ну, не знаю, максимально успеть за эту жизнь реализовать, как можно больше идей своих донести. Там как получится. Ну, мы желаем тебе максимально реализовать. Спасибо вам. Да, спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok